привет друзья гости моего канала сегодня я буду готовить котлеты обыкновенные котлеты из свиноговяжьего фарша я конечно понимаю что в котлетах ничего такого супер-пупер сложного нету все это готовят все это знают ну вот я сегодня готовлю и решила готовить их вместе с вами как я уже сказала фарш у меня свиноговяжий фарш у меня свиноговяжий вот я сейчас выложу большую чашку так луковицу одну у меня фарша не сильно много поэтому луковица у меня одна и 3 зубчика чеснока чтобы уж пахли котлетки мои чесночком добавим сюда же еще я добавляю яйцо очень многие не советуют добавлять потому что говорят что фарш не будет сочным ну я люблю когда добавлено яйцо поэтому я сделаю так перемешаем и все это не совсем до конца потому что я еще не солила не перчила так добавлю я соли добавлю черного перчика перчика добавлю побольше он душистый пахнет и добавлю вот у меня белый хлебушек замоченный в молоке я вот сейчас его отожму и добавлю свой фарш хлебушек постоял напитался молоком добавлю и теперь уже я перемешиваю долго хорошо перемешаю чем лучше фарш вымешанный тем пышнее будут котлеты но это все хозяйки знают перемешаю до готовности фарш я вымесила а теперь я его отобью тогда фаршик напитается воздухом и котлетки наши будут пышнее вот киса моя уже слышит запах да тише хочешь котлетку сейчас накормлю вот уж хозяйство начинаю что-то резать здесь все уже бегут думаю что я каждую минуту режу мясо ну вот теперь будем котлетки наши формировать я вообще люблю сухарики панировочные сделанные собственноручно но у меня сейчас их нету я буду обваливать котлетки в готовых сухариках котлетки котлеткам я еще даже не придумала что я сделаю на гарнир гречку я очень люблю но моя семья не любит поэтому наверно сделаю классику жанра макароны маслица у меня есть хорошая сливочная положу макароны будет прекрасный гарнир так мы переделаем все котлетки сковорода у меня нагревается масло в сковороде котлетки я сделала пока нагревается масло делаем что моем посуду вот смотрите котлетки подрумянились я перевернула сейчас убавлю газ и накрою крышечкой и так мы пережарим и остальные котлеты а пока поставлю воду на макароны вот такие у меня ракушечки я вообще-то не брала вот эту фирму ну вот взяла пятерочки я люблю ракушки попробуем макароны изделия группы высшего сорта группы а ракушки ну вот поставлю сейчас водичку на ракушки ну что спокойно мне не живется и я решила к макаронам сделать сливочно-сырный в общем сделать не просто макароны а макароны в сливочно-сырном соусе с грибами поставила я сковородку на которой обжарю шампиньоны они у меня уже готовые помытые порезанные остались от прошлого раза я делала с грибами блюдо вот они мне как раз и пригодились вот поставлю жарится грибы приготовила я молоко на термо сыр и есть у меня вот такой пакетик кнор для макарон ну что макароны варится котлеты пропариваются грибы тоже жарится продолжаем что макароны мои еще варится еще немножко а соус уже готовый смотрите какая красота получилась а пахнет грибами сейчас доделаем макароны всю эту красоту перемешаем наши макароны перемешиваю соусом вкусно а пахнет вот такая красота вот ужин готов теперь еще к чаю на ночь испеку печенье и начну худеть прям сегодняшнего вечера после того как налопаюсь печенье и макарон ну вот девчонки и мальчишки хотела показать вам что я сегодня приготовила котлета я ее разрезала чтобы показать она внутри очень сочная очень мягкая посмотрите сочная какая ну а макароны можно есть даже без котлеты вот они у меня в этом соусе с грибами получается я обжарила грибы добавила туда пачечку вот этого приправа этой кнор для макарон налила молока немножко прокипятила это все грибы у меня уже были готовы и высыпала тертый сыр загустела прям на глазах получилось вот такая вкуснятина приятного аппетита